В сёла направят противовирусные препараты. Такое поручение дал глава региона Юрий Бездудный, дабы исключить возможные вспышки заболевания коронавирусной инфекцией в заполярной глубинке. Далее все подробности. Первый вопрос в повестке оперативного штаба – эпидобстановка в Ненецком округе. Слово берёт руководитель регионального управления Роспотребнадзора. Наталья Кирхар сообщила об изменениях в структуре распространения COVID-19. Если раньше заражение коронавирусом происходило внутри города, то сейчас всё чаще заболевшие прибывают из других регионов. У нас распространение по городу есть, но оно уменьшается. Уменьшается медленно, но я думаю, что верно. Но при этом мы по-прежнему перерастаем количеством больных, которые прилетают с других регионов. Ну да, Юрий Васильевич, потому что в некоторые дни у нас приезжих до 50% от суточной цифры. Были такие дни. Руководитель департамента здравоохранения Елена Левина в свою очередь сообщила, что в Ненецком округе сохраняется самый высокий по стране процент пациентов с COVID-19, которые находятся в средне-тяжёлом и тяжёлом состоянии. У нас отмечается за истекшие две недели прирост общей смертности. У нас выросла смертность от новой коронавирусной инфекции. И есть неблагоприятная тенденция по смертности от среднесосудистых заболеваний и от новообразований. То есть у нас прирост идёт по всем показателям в сравнении с 2020 годом, так и с 2019. Елена Сипановна, вопрос. Вот вы сказали о летальных случаях. Скажите, пожалуйста, это возрастные люди, они запущенные заболевания, поздно обратились. Почему всё-таки мы теряем людей или в силу каких-то сопутствующих заболеваний? Те пациенты, которые у нас погибли за истекший период, это все пациенты старшую возрастную группу. У каждого из этих пациентов есть сопутствующий букет коморбидных состояний, которые откладывают негативный отпечаток на всё течение заболеваний. То есть вирус, как некий триггер, запустил и все болячки, которые накопились у этих людей? Да, проблема в том, что с вирусной инфекцией мы научились справляться. Мы сейчас не можем управлять теми процессами, которые запускаются по хроническим заболеваниям. То есть хронические пациенты перестают реагировать на стандартные схемы лечения. Глава региона дал поручение при необходимости задействовать современные технологии для проведения консилиумов с медиками из столичных центров. Елена Степановна, у нас всегда есть возможность обратиться за консультацией в медицинские центры, которые, может быть, чуть раньше столкнулись с коронавирусом или имеют больший опыт. Поэтому, если необходимо, включайте все необходимые инструменты телемедицины, проводите консилиумы. Но за каждого пациента мы, врачи, все должны биться. За каждого пациента. Какой бы он тяжелый ни был. В реанимации, под кислородом, под ИВЛ. Также Юрий Бездудный отметил, что одна из главных на сегодня задач исключить возможные вспышки заболеваний коронавирусной инфекцией в отдаленных населенных пунктах Заполярья. Пример глава региона привел островной поселок Бугрино. Там в последнее время увеличилось количество заболевших ОРВИ и ОРЗ. В Бугрино болеют люди, ПЦР-тесты не брали. Елена Степановна, если необходима и есть вся симптоматика понятного заболевания, быстро, оперативно взять ПЦР-тесты для того, чтобы подтвердиться, что это не коронавирус. Хотя, может быть, к сегодняшнему дню уже все, кто там болели, а это было ОРЗ, то выздоровели. Но мы должны исключить это. Кроме того, был вопрос по противовирусным. Елена Степановна, доставить Бугрино, оперативно доставить Бугрино все необходимые противовирусные препараты для того, чтобы жители могли лечиться. Но нет у них возможности взять нигде эти препараты, кроме как мы им пошлем. Прошу до конца дня доложить о том, что все препараты отправлены в Бугрино. И дать поручение фельдшеру особенно внимательно отсмотреть жителей, которые дают симптоматику хотя бы похожую, если на коронавирус. Глава региона поручил организовать поставку противовирусных препаратов в сельские населённые пункты. Медикаменты будут отправляться на рейсовых вылетах по местным воздушным линиям. Алина Волчейская, Алексей Орлов, Владислав Москин, Телеканал Север. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...